Вашему вниманию обзор новостей спорта. Три награды на чемпионате мира завоевали прикамские самбистки. Турнир в этом году проходил в Сочи. В категории 68 килограммов победу одержала Марина Мохнаткина. В весе до 48 килограммов лучшей стала Мария Молчанова, а Екатерина Анна Приенко получила бронзу в категории 64 килограмма. Баскетболисты Пармы сыграли на выезде против действующего чемпиона единой лиги ВТБ московского ЦСКА. После первой половины встречи наши неожиданно выигрывали 60-51, но затем класс армейского коллектива взял свое. Столичный клуб победил 101-94. В составе Пармы самым результативным стал Фрэнк Гейнс. На его счету 18 очков. Миллер Макентайр набрал 16 очков и сделал 12 результативных передач. Теперь хоккей. Вояж на восток совершил молот при Камье. Наши хоккеисты впервые в истории провели два матча в Китае. Сначала пирмяки встретились с клубом Хэйлудзян и уступили 2-3. Затем соперником стала команда Цэнг Тоу. Здесь китайцы также взяли верх 3-1. Теперь молоту предстоит провести домашние матчи. Ближайший поединок 17 ноября. Соперник Альметьевский нефтяник. А в футбольном чемпионате страны перерыв, связанный с матчами национальных сборных, Амкар заполнил игровую паузу товарищеским матчем с Уралом. Наши съездили в Екатеринбург, где уступили 1-2. Ворота соперника поразил Браун Форбс. Первенство РФПЛ возобновится в предстоящие выходные. Амкару играть 19 ноября на выезде с Ростовом.